САРТАНА Небольшой живописный греческий поселок на правом берегу реки Кальмиус. До Мариуполя километров 15 к городу ведет прямая дорога, которая имеет важнейшее стратегическое значение с военной точки зрения, если речь идет о взятии Мариуполя. Отсюда начиналось его освобождение от немецко-фашистских захватчиков в сентябре 1943-го. Войска Южного фронта, наступающие вдоль побережья Азовского моря, сломили упорное сопротивление противника и овладели городом и портом Мариуполь. Мариуполь и его заводы-гиганты будут возрождены. В марте 2022-го история повторилась. Здравия желаю. Вот эти парни, которые держали сначала оборону в Сартане, а потом двинулись на Мариуполь. Для меня первой задачей в этой компании была охрана вот этой переправы. Вот там, где начинается насыпь, с левой стороны стоял укропский блиндажик такой, не блиндажик, а пост бектонный. А располагались мы тут в поле, тоже было КПП укропское брошенное. Вот там мы его заняли, там располагались. Группа шесть человек была попарно, заступали на пост, обеспечивали радиосвязь, ну и как бы следили за постом, как в переправе, потому что в тот момент это была единственная переправа и в поселок, и в позиции у Мариуполя, по которой доставлялась все необходимое войскам, гуманитаркам, местным жителям. Ну, собственно, была эта же дорога, только вместо пролета моста, который был разрушен. Здесь были поставлены два понтона военных. Оно все дышало, все шевелилось, проезжать надо было аккуратно, но главное, что движка, коммуникация шла. Наша задача была не допустить вражеские ДРГ, для того, чтобы они смогли разрушить эту коммуникацию. А у нас вот там вот в дачах у нас была первая огневая позиция, потому что я был в минометной батарее. И наша задача была прикрывать огнем наши штурмовые группы. Ну, есть проблема, мы открываем огонь. Прицел 493. Выстрел! Еще два года назад до Мариуполя мы добирались практически три часа по объездной через Докучаевск. Эту трассу еще тогда называли дорогой жизни, потому что это была единственная возможность добраться до Мариуполя безопасным путем, потому что трасса Донецка-Мариуполь простреливалась украинской артиллерией. Ну, а сейчас до Мариуполя можно добраться буквально за час по идеальной ровной дороге. Не только в Мариуполе идут ремонтные работы, здесь вот все. Таймоз красавчик, тут такого в жизни не было, даже до войны. Это что у вас тут? Последние штрихи к портрету моста? Да, совершенно верно. Потому что ездят и большегрузные автомобили, поэтому лучше сделать так, чтобы было на века. Ну, а вы сами отсюда, из этих мест? Я живу в Сартане. А, вот даже как, для себя делаете строительство? Ну, конечно. Украинцы, когда отходили, они его взорвали, полностью середины моста не было, и ребятам пришлось форсировать в плащ. Ну, а как вам здесь вообще в Сартане жилось-то, пока Украина базировалась? Люди начали выезжать к родственникам, кто в Грецию, кто на Кипр. Ну, а мы, славяне, оставались тут. Ну, приходилось и терпеть выходки националистов, потому что и дети пропадали. Остановилась машина, вышли в военной форме люди, девочку 12 лет. Запаковали, увезли. Потихоньку приходим в себя. Я, когда нас признали, я рыдала. Наверное, от счастья. Потому что для меня это очень важно, понимаете? Я, ну, давайте я вам одну вещь скажу. В Советском Союзе у нас в паспорте стояла национальность. И когда я пришла здесь, в Мариуполе, получать паспорт, мне говорят, ну, ты же на Украине родилась. Я говорю, а русская? Вы что? Я русская, у меня только будет русская. Поэтому я русская. Я хочу домой. Вот там вот буквально за этим разбитым зданием квартал новых домов. А что за 8 лет Украина сделала для Мариуполя? Что построили? Новые предприятия? Или новые? Ведь безработица в Мариуполе последние годы была сумасшедшая. Здесь, в этом городе, начало развала Советского Союза, было огромное количество предприятий. Уничтожено. Швейная фабрика, чулочная фабрика, завод радиаторов, завод этих медоборудования. Это те, которые крупные и которые давали возможность многим людям работу. После того, как пришла Украина, все это было разрушено, развалено, обанкротено. Вот здесь буквально рядом, если вы проедете, старая школа, два или три квартала, здесь стояли боевики Азова. И они ее заняли сразу, как только вошли. Вот они с 12 на 13 июня, они захватили город. 13 июня для мариупольцев черная дата. В этот день, в 2014 году, со стороны аэропорта, в центр города выдвинулись украинские националистические батальоны Азов и Днепр-1. Мариупольскому ополчению о предстоящем штурме было известно заранее. Они покинули занимаемое ими здание, не было никого и на баррикадах, поэтому неонацисты заходили в город без боя, расстреливая тех, кто казался им подозрительным. Мало того, что в Донецке, в Луганске была большая боль, то, что их там бомбили, а мы здесь жили под таким гнетом. Людей просто расстреливали, просто заходили в дворы и просто людей расстреливали. Это было очень страшно. Очень. Нашу старшую, которая была старшая по городу Мариуполю, ее азовцы вывозили в эту библиотеку. Как она выжила, это только один Господь Бог знает. В 2015-м неонацисты батальона «Азов» решили отпраздновать годовщину захвата Мариуполя военным парадом. Двигались от здания драмтеатра по центральной улице под своими флагами с символикой и уже очень напоминающей знак 2-й танковой дивизии СС нацистской Германии. Город уже, я хочу сказать только одно. Он может быть спокоен и он будет украинским, покуда жив хотя бы один особица. Слава Украине! Город! Слава нации! Город! 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 Здесь, наверное, мало что изменилось того дня, как вы штурмовали Азовсталь. Все как было, так и осталось. Отсюда заходили, да? Шли вдоль реки, за этим зданием зашли. Ну, чтобы в него зайти, тут еще с немцами пободались омаленько. Выбивали с этого здания, с этажей. А вы их не иначе, как немцы, и не называете? А как кто они? Свастика немецкая, оружие немецкое, мысли и желания немецкие нас уничтожить. Кто они после этого? Фашисты. И по одному перебежками от этого здания к этому открытое расстояние, как учили в армии, на максимальной скорости. И вот в этот проем проникали на территорию завода. Как в итоге их удалось загнать в нору? Да только напорами все. Напорами, темпами. Мы не останавливались они на секунду. Командиры все время планировали правильную работу. Тут ничего не скажут, это заслуга командира. Да, войну выигрует пехота, ну, солдат. Но думают там наверху грамотные дядьки. Артиллерия как-то вас прикрывала? Артиллерия обязательно. Без артиллерии не работали. Минометчики молодцы, прям просто боги. Прямо вложили четко все. Кучка в кучку. Немцам с этим делом не повезло. Ну и командиры, ребят береги, сами перешли. У нас же, что не двор, всегда танк был. Один или два по нашим стреляют. В обратную сторону, естественно, прилетают. Но там уже никого нет. Вот такое. Ну, активно было. Но город же сильно пострадал. Весь выгорел. Каждое здание было посещено, разбито. Я смотрю, красивые такие яркие фасады. Еще, конечно, продолжается, что стройка все не быстро идет. Ну, делают. Делают. Это хорошо. Такого ж никогда не было. У нас, когда первые заехали на работу в Мариуполь, и паренек, ну, такой, наверное, до сорока лет, наверное, мастер или кто, он говорит, ты знаешь, мы как въехали в город, и вот сразу в глаза бросилось вопрос. А тут, когда-нибудь хоть что-нибудь строилось, тут еще прибрежневое какое-то делали, и все, так оно все и осталось. И все. Ну, делают. Стабильно. Сейчас одно слово. На работу, пожалуйста. С работы домой. Магазины есть. Хорошо. То самое место, откуда все началось, Мариуполь. То есть вот это был старт, это было самое начало штурма непосредственно города. Мы сгруппировались, получается, с той стороны. Вот тут была шиномонтажка. Сейчас, вот видите, даже яма смотровая осталась еще. Вот от шиномонтажки мы пробежали вот так к торцу дома. Подвал был со стороны противника, с той стороны. Взрывали гранату, открыли дверь, забежали внутрь, и вот там мы обнаружили гражданских. Вот сейчас мы идем по тому самому маршруту. Так точно. Вот так мы и бежали. Вот он был торец здания, вот котлован этого дома. Да, вот это был подвал наш. Ну, я считаю, все-таки это очень похоже на разведку боем, потому что выдвижение нашей группы позволило вскрыть огневые точки противника и по ним уже полноценно отработать. Мы зачистили дом полностью когда. Благодаря этому уже смогла подтянуться к нам еще одна группа. У нас уже как бы прибавилось стволов. Таким образом потихонечку батальон и ворвался в Мариуполь. Когда зашли наши, я вышла на площадь туда, к этой башне, и как бы встречала наших, обнимала. Вы даже этого не представляете. Я не то что была свободной, я не ходила по земле, я летала. Я летала, у меня были крылья. Я когда начала говорить, журналисты подошли, начали говорить, вот как вы считаете, Россия, значит, это оккупанты какие-то, были иностранные журналисты. А я говорю, Россия, оккупанты? Да мы, говорю, еле дождались. Мы, говорю, остались живы. Перед приходом наших очень много было так называемых ждунов. Знаете почему? Потому что за эти 10 лет то давление, которое сделала фашистская власть, которое было давление на людей, мирных жителей Мариуполя, очень многих, конечно, сломило. Но основная масса людей в любом случае верили и ждали, что мы будем дома. И мы дома. Вы дома. И мы дома, слава Богу. Слава Богу. И еще раз хочу сказать, что нашему президенту хватило воли, хватило мужества вернуть нас домой. Счастливо, что дома. Что мы теперь действительно русский город. Мы русский город. Мы Россия. Играет музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok